Всем привет, с вами Polymorphic. Патч 3.8.2 вышел на лайв, в нем присутствуют некоторые улучшения сервер-обжект контейнер стриминга, а также первая итерация – долгосрочного постоянства. Она позволит хранить игрокам деньги, компоненты, корабли и так далее. В этом патче на лайве вайпа не было, и все ваши деньги и купленные предметы остались при вас. Карак теперь доступен в магазине на сайте robertspaceindustries.com, и он подорожал на целых 100 долларов. Также в комплекте с ним идет Урса и Пайсис. Обычный карак с серым скином в комплекте с обычным Пайсисом теперь стоит 600 долларов. Серый карак с Пайсисом C8X с белым скином стоит 620 долларов. Карак Экспедишн с белым скином плюс обычный серый Пайсис стоит 625 долларов. И белый карак плюс белый песец стоит 645 долларов. Варбонды всех этих вариантов сейчас можно купить на 100 долларов дешевле. Чтобы повысить надежность при посадке и сделать карак немного уже, были перемещены пружины шасси ближе к кузову. Также ему добавлена кнопка открытия и закрытия в левый нижний угол рампы. В инсайде Star Citizen от 27 февраля нам рассказали о механизмах выживания. Они появятся в патче 3.9. Star Citizen – это не игра на выживание, и механизмы выживания не являются главными для игры. Но окружающая среда должна влиять на персонажа. Каждая зона в игре будет иметь свою температуру, и она будет влиять на температуру игрока в соответствии с защитой, которую он будет носить. Экипировка будет двух типов – от жары или от холода. Гипотермия и гипертермия будут влиять на зрение и движение. Умереть можно будет от того и от другого. Во время подготовки к какой-либо экспедиции ваш выбор комбинации еды и питья будет очень важен. Определенные продукты будут улучшать выносливость или наоборот будут давать восстанавливаться медленно. Во второй части инсайда нам показали собрания директоров и технических групп, на которых решают, готова ли функция или нет к следующему патчу. Например, система таргетинга, изначально запланированная на 3.9, была перенесена обратно на 4.0. Даже если эта система находится в рабочем состоянии, приходится ждать, пока новый интерфейс полета не будет готов. Одна из целей состоит в том, чтобы внедрить надежную механику, и она бы была отточена и функциональна. Например, как недавно вышедший майнинг. Ваши мысли, как всегда, пишите в комментариях под видео. Ставьте лайки или дизлайки для помощи в продвижении канала. Также нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Удачи вам во всех начинаниях и до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!